Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки. Программа «Теория всего». Добрый день, друзья. Это действительно Латвийское радио 4, программа «Теория всего». У микрофона Алексей Гусев. Говорим обо всем важном и актуальном из мира науки. Сегодняшняя тема – психоанализ как институт и как научное направление. Чего здесь больше? Без пристрастного подхода к человеческой личности или идеологии? Уж об этом идет речь, что нельзя обойтись без фигуры Зигмунда Фрейда. Знаменитый австрийец действительно основал и предопределил облик этого учения человеческой личности. Надо сказать, что в 20 веке эта же фигура стала объектом большого количества критики и деконструкции в самых различных областях. Чтобы обо всем этом поговорить, я сегодня пригласил к нам в гости Игоря Шуваева. Игорь, добрый день. Добрый день. Игорь Шуваев – профессор кафедры философии на факультете истории и философии Латвийского университета, если я все правильно сказал. Правильно. Большое спасибо, что пришли к нам в начале, перед тем, как мы переходим к основной означенной теме. Я всегда, наши гости, я всегда им задаю 10 вопросов на «да-нет», своеобразный блиц, довольно провокативный. Вы можете рассчитывать только, что вопросы как-то относятся к озвученной теме, но не более того. Хорошо. Давайте попробуем, да. Психоанализ не является наукой. Можно так смотреть. Да. Психоанализ органично вписывается в нынешнюю структуру академического знания, хотя это уже скорее исторический предмет. Это не только исторический. Нет, все, нет. Нет. Положения психоанализа столь же устойчивы и доказаны, что и положения общей теории относительности. Да. Без Фрейда никакого бы психоанализа не состоялось. Может быть. Лучшим примером фигуры отца является психоаналитик, заботливо выслушивающий проблемы пациента, развалившегося на кушетке. Или мать. Мы используем в обыденной речи многие на самом деле психоаналитические термины подавленность, фрустрация, не догадываясь об их значении. Да. Детская сексуальность существует. Конечно. Труды Фрейда по психологии масс столь же значительны, как и исследования индивидуальных клинических случаев. Конечно. Трехчастная структура человеческой психики, ид-эго, супер-эго, до сих пор рабочая научная модель в отрасли гуманитарного знания. Можно так смотреть. Желание. Желаниями и позывами человека в любом случае правит подсознательное. Бессознательное. Бессознательное. Извините, пожалуйста. Да, здесь я, к сожалению, не специалист, поэтому накладываются термины. Это напоминаю Игорь Шуваев. Он прошел БЛИЦ программу «Теория всего», посвященный теме психоанализа. Игорь, ну давайте, чтобы начать разговор наш, поговорим о том, чем же стало в начале уже прошлого века учение Фрейда. То есть это был, с одной стороны, провокация, с другой стороны, научный прорыв. Чем это было какое-то впечатление? Провокация и прорыв. Я просто попытаюсь иллюстрировать отношения, даже не читая Фрейда. На первом российском конгрессе по психиатрии выступал Сербский и один другой, Осипов. Осипов оговорку делал «фрэнд», «друг», а Сербский говорил «фреуд». И такое отношение к «какуду». Понятно, что это все противоречиво, неоднозначно, но почему же это так? Вот что там в этом психоанализе, в котором Фрейд вроде бы разработал, что там такого, что всем не дает покоя? Почему к этому так отнеслись? Это просто очень хороший способ для самопознания. И сколько откровений человек может быть самим собой. Если не очень, то, конечно, отношение не такое уж позитивное. То есть все в порядке, пока мы не начинаем применять эту модель на себя любимых? Да. А в чем же состоит эта модель? Давайте, вот я так понимаю, что во главе угла можно поставить, например, вот три части человеческой личности, которых мы задали, вот были они в пылице озвучены также, или нет? Это вторая теория Фрейда, где он говорит «я», оно и сверх «я», но можно модифицировать. Во-первых. Во-вторых, существуют различные психоанализы. Вот, например, существует этнопсихоанализ, и где вместо «я» говорится о «мы». Структуральный психоанализ лакановский, там не будет таких инстанций. Да, ну это понятно, что потом было много различных интерпретаций. Но вот мы говорим о первой. Да, это была, скажем так, вторая теория Фрейда «я» сверх «я» и «оно». Можете пояснить, если можно, в двух словах, в чем там суть, почему ему понадобилось разбить на… То есть это же все наша личность, это все «я» с одной стороны. То есть во мне есть и «я», и «оно», и «сверх-я». Сверх «я» можно сказать и по-другому, это совесть. Оно, это обозначается бессознательно. Так что Фрейд говорил, да, и можно так описывать, но это не значит, что нужно, необходимо идентифировать. То есть это способ описания. Для чего нам нужен способ описания? Для познания тех механизмов и структур, которые иначе не можно выявить. Потому что, казалось бы, есть же моё сознание, а бессознательное или подсознание, то, о чём мы говорим, очень сложно представить, что оно существует, потому что мы его не осознаем своим сознанием. Да, конечно, поэтому я сказал «бессознательное», поскольку такого подсознательного не существует. Если бы существовал, тогда значило бы, что существует сознание и ещё что-то под сознанием. Это просто немыслимо. Поэтому приводится бессознательная, которая фикция, которая позволяет описать душу, не пытаясь душу показывать как натуральное или какие-то, не знаю, духовное образование. Да, но что же является доказательствами, что существует вот этот вот нижний слой человеческой личности, о котором все говорят? Это вытеснение. То есть как оно работает? Можно пример? Ну, скажем, если какая-то оговорка. Это классический пример. Что-то хотел сказать, но сказал совсем что-то другое. Или модифицировал. То есть оговорка по Фрейду, как говорят? Да, это классический слабсус лингу об этом. Да, ну, еще может быть. То есть, чтобы понятно было, что это не только оговорки, что это практически везде. Это везде можно. Поэтому и интересно, что Фрейду употребляют словосочетание failed life-toon, то есть достижение, но не прямое достижение. Но не объединяет это по какой-то общей категории. Это различные. Оговорка. Что-то смотрел и увидел что-то другое. Или воспоминания какие-то. То есть есть... Я знаю, что Фрейд, например, он, когда говорил о структуре человеческой личности, он приводил такой пример, сравнение с древним и современным Римом. Например, что есть древний город, который имеет свою архитектуру, строение, и вокруг него построен новый современный город. Но, тем не менее, древний город без этого никуда не делся. Вот можете пояснить, что он здесь имеет в виду? Это одно допущение, с которым психоанализы работают. То есть, в душе ничего не пропадает. Все, что есть, человек, что переживает, все остается в душе. Это не в чистом виде, но превратные формы. А то как это значит? Что это? Ну, оговорка то же самое. Она выявляет что-то другое. Да, ну вот, потому что здесь же дело в том, что, ну, речь может идти о вещах гораздо более серьезных, чем оговорки. То есть, что что-то может внутри накапливаться, и, собственно, из-за этого какие-то душевные, скажем так, в кавычках, возьмем, недуги могут быть. Из-за этого можно их лечить пробовать. Можно лечить, можно... Просто человек может уяснить, почему-то он умывается. И чтобы умываться, ему надо, ну, скажем, три раза почесать за ухо. То есть, есть какие-то переживания. Это неизвестно, когда эти переживания были. Но посредством психоанализа можно дойти до корней. И к тому же, одна превратность, которая связывается в основном с психоанализом, это та, что психоаналитик – это тот умный, который все интерпретирует и толкует. Наоборот. Аналитик только способствует, но все выводы делает сам пациент. То есть, это такая совместная работа получается? Это совместная работа, которая связывается с психоанализом, называется перенос и контрперенос. Или американский вариант – трансференс и конференс. То есть, ну, перенос это есть когда... С кого на кого переносится? То есть, пациент вырабатывает определенный образ психоаналитика, эмоционально нагруженная, и также психоаналитик это делает. Как-то, да, это контрперенос. И посредством переноса и контрпереноса оба работают. Так Фрайтс говорил, психоанализ очень простой. Это просто разговор. То есть, психоаналитик, он в данном случае является таким же объектом, как и пациент, с которым происходит то же самое. Да, только он умеет профессионально работать этим. Да, ну вот, собственно, теперь уже, наверное, можно попытаться задать вопрос, насколько этот метод сейчас можно назвать научным и такого вмешательства в личность. На мой взгляд, это наука, только наука это не классическая наука, и не классическую науку можно характеризовать тремя пунктами. То есть, классический рационализм и классическая наука допускают, что все, что существует, это можно натурально артикулировать. Второе допущение, что есть богоподобная точка, с которой можно все обозревать. И третье допущение, экспериментально делая то же самое, приходишь к тем же результатам. То есть, вот второй пункт, он говорит, вы имеете в виду, что это богоподобная точка, это так сказать, что тот, кто смотрит за экспериментом, он находится вне эксперимента. Говоря о богоподобной точке, это просто в XVIII веке люди были добростой с ней, наверное, и говорили, чтобы классическая наука существовала, необходимо такое допущение. Психоанализ, и не только психоанализ, показывать, что эти три пункта не работают. То есть, не всегда работают. Не работают, например, когда мы говорим о человеческой личности. О человеческой личности, вовлеченности. К тому же, человек не всегда может обозревать все, что у него в душе происходит, происходило. Влияет. Что же, понятно. Вот теперь, мне кажется, мы подходим к тому моменту, что Фрейд сделал дальше. Он же пошел гораздо дальше. То есть, у него есть множество различных сложных концепций, которые вот он выводит, исходя из взаимодействия, подсознательной, извините, пожалуйста, части человеческой личности и какого-то давляющего, подавляющего на него суперэго. Там выводится эдипов комплекс из этого же, если я не ошибаюсь. Поправьте меня. Да, примерно так можно говорить, но я думаю, что о Фрейде не так уж хорошо было бы говорить, как о психологии. То есть, сам Фрейд писал, наставил, что психоанализ – это метапсихология. То есть, за психологией стоящая. И тогда, когда он вырабатывает, например, тот тайм-этабу массовое сознание, это совсем не можно говорить, что это индивид какой-то. То есть, проблемы, структуры, механизмы всей человеческой души. У нас, напоминаю, можно задавать вопросы на сайте lr4.lv. Сдавать их можно Игорю Шиваеву, профессору кафедры философии на факультете истории философии Латвийского университета, который в гостях программы. Вот нам такой уточняющий вопрос тоже из области неопределенности. Фрейд или Фройд – это одно и то же, спрашивают у нас. По-моему, по-русски закрепилось Фрейд. А в английском варианте Фройд, говорят, я знаю. То есть, это разное произношение немецкой фамилии. На латышском тоже, кстати, Фрейд. То есть, можно сказать, что в латышскую науку Фрейд пришел посредственно через русскую традицию? Нет. Кстати, в Латвии одна из первых стран, где был психоанализ уже в 20-х годах. И шел прямиком. К тому же интересная ситуация. Рецепция психоанализа в Латвии шла на латышском, на немецком и на русском языках. На трех языках сразу же. Потом были 40-е, 50-е. И тогда совсем по другим причинам Фройд стал Фрейдом. Что ж, понятно. Все-таки вернемся к концепциям Фрейда. Собственно, когда говорят об Эдиповом комплексе, это всегда звучит несколько провокативно. Люди начинают доказывать, что уж к ним-то он не относится. Расскажите об этом. Почему это стало? Эффект разорвавшейся бомбы опять же произвело. Знаете, было когда-то вступление психоаналитиков. И одна пожилая дама сказала, когда вы будете говорить о сексе, скажите, чтобы приличные дамы могли бы выйти. Если почитаете Фрейда, то к удивлению придется сказать, а вообще-то о сексе он не пишет, о сексуальности совсем-совсем минимально. Есть такое издание, что у Динаус Гаабе 11 томов. И из этих 11 томов один том посвящен сексуальности. То есть, надуман Фрейд, придуман. Кстати, он сам тоже способствовал этому. Каким образом? То есть, различные мифы распространял. Это он делал для популяризации своего учения? Это трудно ответить. Популяризация или просто так происходило. Но, например, я думаю, что не все в Латвии знают. Есть одна женщина-психоаналитик. Александр Волф. Она работала в Италии. И ее муж Томазе Джузеппе. Томазе? Да, Джузеппе Томазе. И его роман «Гепард». Так, и? Он многое то, что разговаривал со своей женой. Он просто писывал текст. Кстати, те же самые оговорки. Да, ну хорошо. Ну вот, говоря, да, об учении Фрейда, это понятно, что здесь, наверное, в его наследии имеются такие тоже очень небезопасные пласты, как взаимодействие личности и общества, подавление обществом личности. То есть, это тоже, наверное, сказывается, что, в принципе, это некоторый приговор был с современным обществом. Вот расскажите об этом. В 20-30-х годах можно говорить об, скажем так, авторитарном стиле культуры в обществе. И, конечно, то, что в психоанализе делалось, это подрывало. Например, отец. Строгий отец. А в психоанализе показывают, что это строгий отец. Отец может быть довольно инфантильным. И, скорее всего, он инфантилен. И поэтому выражает свою, скажем так, мощь грубость. Ну, психоанализ, во-первых, покажет, что у отца тоже есть свой отец. А вот заглядывать за это уже, как-то, наверное, преступно сомневаться, что кто же породил его. Вот тут, по-моему, одна проблема у психоанализа, потому что анализ проводится только с соглашением человека. И заочно делать. Ну, в принципе, делали психоаналитики такие работы, но, в принципе, в последнее время отказываются от этого. То есть, ну, а есть же, опять же, психоанализ известных исторических личностей, например, такие вещи. То есть, это все допущение такое? Это допущение. И к тому же, я уже говорил, сама работа психоаналитическая – это совместная работа, это диалог. Скажем, Фром написал о Гитлере, о Гиммлере, о Сталине существует психобиография. Но он с ними не разговаривал, да? Ну, конечно. То есть, в таком случае можно сказать, что эти исследования не являются чисто психоаналитические, а, может, скорее относятся к такой историографии, что ли, то есть, наблюдениям. Довольно-таки достоверные, но все-таки. То есть, такая реконструкция, которая возможна, скажем так. Да, возможно, створябленно такая ситуация. Понятно. Но если мы говорим, что психоанализ – это, в первую очередь, взаимодействие между личностью и личностью, то, опять же, встает вопрос, ну, а каким образом психоаналитик может взаимодействовать с массами, ее психологию описывается. То есть, масса-то явно с ним не разговаривает и в кушетку не помещается. Ну, они публикуют. Работу. Статьи. Вот. И, кстати, одна недавно умерла Маргарета Мичерлых. Она поставила немецкую нацию на кушетку. А как это произошло, вы можете рассказать? Она просто пыталась представить, если бы германский народ, нация, лежала на кушетке, какие бы… Чтобы он рассказывал. Чтобы рассказывали. Ну, и как, что же получилось, как германский народ? Не очень-то хорошие вещи. Ну, наверное, это к любому народу можно сказать? Да, конечно. Нет, это не в германском. В германском это просто пытались они с мужем. Муж тоже. Муж, кстати, аналитик и психосоматик. Они просто пытались узнать, как это было, что уже 8 мая 1945 года в Германии больше нет ни одного национал-социалиста. То есть, наверное, это не так? Ну, конечно, не так. И какие эти механизмы, которые позволяют этим людям отмахиваться от всего этого? Кстати, Латвии можно ведь тоже, как пример, в Латвии коммунистов есть. Нету один коммунист, чекист, один только был. И так далее. А до этого все были, а теперь вдруг нет. То есть, это явный принцип вытеснения. То есть, даже с чистой совесть якобы это можно сделать? Это можно сделать, скажем так, механизм защиты. И один из механизмов защиты – идентификация с нападающим. Кстати, Норвегия как страна. Норвегия вы имеете в виду? В Второй мировой войне. То есть, идентифицировалась Германия. То есть, она перешла на сторону? Так что, ну, эти, скажем так, можно так говорить, это что-то объясняет, но не всегда это будет точно. Например, можно в быту довольно-таки не так уж редко, скажем, слышать. Мы, мы, мы. Психоаналитик тогда уже мог бы сказать, что-то тут неладное. Скорее всего, у человека нет развитого я. Или он пытается как-то прикрыться общим таким, знаете, как Думуправление говорит, вот сообщество жильцов выражает там что-то. Или, а если политики говорят, мы, они как-то от лица избирателей. То есть, политик, он должен говорить, мы, в этом случае? Я думаю, что это уже сложнее. Они, конечно, используют риторику. Осознанно, неосознанно, это другой вопрос. Но не так уж редко этот политик является существом, у которого я не так уж развито. То есть, может быть, даже чтобы быть успешнее политиком, развитая я не совсем помогает этому. Скажем так, в массовом обществе, конечно. Я напоминаю, что Игорь Шуваев, профессор кафедры философии, на факультете истории философии Латвийского университета в гостях у программы «Теория всего». Время идет вперед, думаю, мы можем перейти ко второй части передачи, когда попытаемся принять ваши звонки. Теория всего Я напоминаю, что это действительно программа «Теория всего», телефон 67220-7440, 67220-7440. Говорим мы о психоанализе, о психоанализе как институте, вообще об этом учении. Я попрошу у нас в гостях Игорь Шуваев, философ. Наденьте наушники. Я думаю, сейчас попробуем звонок принять. Здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста. Уважаемый Игорь, Виктор, все это, конечно, не так просто. И то, что Фрейд своими трудами в какой-то степени систематизировал, все это делалось и до него, и несоизмеримо более мощно делается после ухода Фрейда в мир иной сегодня. Как пример, эта арабская весна, используя такой мощнейший инструмент, как социальные сети, а в основе всего, какова задача-то, главное, найти механизмы контроля и программирования человека. Вот чем он занимался. Так, спасибо большое. Я думаю, что реплика и с нами занимался ли Фрейд, искал ли способы контролировать человека? Ну, вряд ли контролировать, скорее всего, чтобы помочь ему справиться лучше со своими проблемами и конфликтами. Хотя можно психоанализ использовать и в таких целях. А то, что вот слушатель сказал, что и раньше было, мне кажется, раньше до Фрейда не смотрели на психику все-таки таким кардинальным образом. Нет, это появилось в XIX веке все-таки, когда писалось в знательном различных ракурсах. Да, я знаю те работы, те труды, где пытаются показать, что, например, Иисус уже занимался психоанализом, но навряд ли. То, что существуют параллельные точки или совпадения, в буддизме можно найти. Да, но это, так сказать, совпадение, мне кажется. То есть, научная практика, как психоанализ, это Фрейд, естественно. 67-227-440. Добрый день. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Скажите, имя наших политиков можно называть фамилии? В смысле можно называть? Вы хотите психоанализ получить? Но сейчас мы не успеем. Да, да. Вот хотел бы господина Лембергса получить. Какой части политиков им можно отнести и что у нее за анализ такой интересный? Спасибо большое. Ну, можно мысленный эксперимент в отношении Лембергса небольшой сделать? Слушайте, просите. Не думаю, что такие эксперименты необходимы. Во-первых, я не психоаналитик, я философ. Так что любой врач мог бы сказать, что я неправильно определил тип личности. К тому же, сам Фрейд не очень-то старался определить точно, какой болезнью или недугом человек. А, то есть, с точки зрения психоанализа, что неважно? Важно главное участие человека, чтобы он сам разбирался и соучаствовал, так сказать. Но очень удобная позиция, конечно, с точки зрения психоаналитика. Знаете, вот придет человек, он участвует с вами. Вы можете, значит, не разбираться, что там с ним происходит на самом деле. Посадили его в кресло, выслушали полтора часа, он заплатил вам круглую сумму, как это вошло в обиход европейской культуре. И все довольны. Это не так уж безобидно, поскольку сам аналитик может заснуть и даже не слышать, такие курьезные факты существуют. Но в различных регионах различные практики, например, лакановский психоанализ, сеанс длится 30 минут. Классический, то есть фрейдовский, это час. В Нидерландах 45 минут. Так что такие различия тоже существуют. Ну, то есть, а время тоже очень большую роль играет, что вот ты 45 минут участвуешь, а потом, как говорят с точки зрения, ну, все, дальше уже не имеет смысла, да, получается? Ну, это один год, два года, три года. Кстати, лакану иногда хватало пятью минутами. И человек выздоравливал или что с ним происходило? Как это можно назвать? Это различные стили, брачевание, и лакан довольно-таки авторитарный, так что мощный отец. Что ж, понятно, 670-27-440, о психоанализе говорим. Добрый день. Добрый день. Я тут совсем недавно слушал, была такая интересная передача, так вот, эти самые всемирно известные психоаналитики, психиатры, в принципе, заявляют, что Зигмунд Фрейд был великий шарлатан. И все ее выводы и заключения, ну, грубо говоря, не подтверждаются ни научно, ни практическим. Как вы к этому делу относитесь, к этому шарлатану? Спасибо тоже за вопрос, конечно. Ну, мы как-то, знаете, тоже говорили, что вот все выводы, там выводов очень много, и теории построено достаточно. Но я знаю, что есть, конечно, и ученые, и исследователи, которые отвергают, наверное, и критикуют. Не только отвергают, но даже к жидовским теориям относятся и так далее. Нет, но это не исследователи. Давайте все-таки о более серьезной критике поговорим. О более серьезной. Это началось с Карла Попера, тоже венский философ. И он сказал, что фрейдовские положения не фальсифицированы. Но если бы он по внимателям читал тексты Фрейда, то есть даже две статьи, где в заголовке уже. То есть о случаях, которые опровергают психоаналитическую теорию. У самого Фрейда? У самого Фрейда. То есть он предлагает, да, можно так посмотреть, но, очевидно, что-то еще необходимо. Какие-то введения, допущения. А вот конфликт, может, тоже коснемся конфликта Фрейда и Юнга, известный. То есть здесь они просто разными путями пошли в итоге? Или вот еще есть мнение, что Фрейд как-то более узко смотрел на человеческую личность через призму вот этого подавления? По мнению Юнга, там якобы гораздо больше всего можно найти. Кстати, если читать также того же Фрейда, то можно найти то, что Юнг потом развертывал и удавал как свое учение. Я думаю, что Фрейд и Юнг, во-первых, надо еще третью персону, Сабейн Шпилрайен, которой Юнгу был роман. Конечно, Фрейд смотрел на Юнга немножко иначе. Он смотрел как на своего сына, духовного сына. То есть Фрейд стал отцом еще и буквально. Это можно прочитать в письмах, которые Юнг сам пишет, и потом жена Юнга. И еще одна функция, которую Фрейд надеялся исполнить Юнг, то есть Юнг как ариец позволит снять этот вопрос о жидовской психоанализе. То есть такая, понятно, легитимация, что называется в обществе. И просто конфликт или роман конфликта с Сабейной Шпилрайеной, Фрейдовский узкий угол зрения этому способен. Кстати, Сабейна Шпилрайен потом перешла на сторону Фрейда. Но Юнг не оправдал надежду Фрейда с этой точки зрения. Нет, это не так легко. Юнг развивает свое учение, которое называет аналитическая психология. То есть напоминание о психоанализе есть, только оборотным образом он это делает. То, что Фрейд не допускал в принципе. То есть он не думал, что психоаналитик является тем человеком, который может формировать другого. У Юнга такая ситуация возможна. Очень интересно. Ну, время у нас, к сожалению, подходит к концу. Давайте последний звонок попробуем принять. Добрый день. Добрый день. Да, пожалуйста. Будьте добры, скажите, пожалуйста. Вот я атеист и выросла как раз в те времена, когда атеист был развит. Я некрещенная, но никак не могу понять, как основываясь на всех этих учениях, вдруг сейчас толпы людей понеслись голубом в церковь. Спасибо большое. Ну-ка, если с точки зрения психоанализа говорить, то почему в церковь люди пошли после того, как в партию нельзя было пойти? Очень просто. В принципе, атеизм – это оборотная сторона христианства. То есть от одного к другому совершенно несложно перейти. Так что это не является ничем таким экстравагантным. С точки зрения именно психоанализа, да? Психоанализа, да. Что ж понятно. Игорь Шуваев, философ, у нас в гостях. Игорь, ну, в завершение, может быть, мы все-таки можем расставить точки над «и». Что сделала психоанализ тем, что он является, вот, ответьте честно, это фигура Фрейда, который, даже еще когда психоаналитического метода не было, писал в своих сочинениях. Мы, как о такой группе ученых, которые в нашем психоаналитическом методе основываем и так далее. Или здесь все-таки лежат объективные факторы? Вот как это видите теперь? Один из факторов, который, на мой взгляд, очень важен, тот фактор, что психоанализ – это не только теория, но и лечение. И, в принципе, как форма психотерапии, по-моему, психоанализ – самый чистый вариант лечения. И это можно увидеть, как психоаналитики добились того, как меняются отношения к тем, которые называются душевнобольными. С психоанализом связано даже течение, которое называли себя антипсихиатрами. Да, но они уже после него последовали. То есть это течение, которое говорили, что те люди, которых мы называем душевнобольными, на самом деле ничуть не хуже, а то и лучше нас. Да, так что, я думаю, этот фактор очень важен. То есть, по крайней мере, в любом случае, можно сказать, что психоанализ повлиял на кругозор человечества и всего сообщества невероятным образом. И значение для культуры и для вообще понимания в 20 век его… Ну, два примера я просто приведу. Роберт Музилл – «Человек без свойств». В принципе, читается как психоаналитический роман, и он, кстати, сам знал довольно хорошо психоанализ. И, скажем, 1930 года есть такой фильм «Синий ангел», где Марлен Дейтрих в главной роли. Это, в принципе, фильм построен на психоаналитической литературе. Благодарю вас. Это была программа «Теория всего». В гостях у нас был Игорь Шуваев, профессор кафедры философии на факультете истории и философии Латвийского университета. Благодарю и вас, дорогие слушатели, что приняли активное участие, звонили нам. Встретимся уже теперь на следующей неделе во вторник. Это была программа «Теория всего». Ее провел Алексей Гусев. Всего доброго. Всего доброго.